итак друзья набор с видом на монблан уже совсем рядом достаточно хороший мощный поток стали мы с клаусом этот поток сейчас как всегда забыл перекинуть пока его беру посредственно на свои привычные 3 балла хотя смотрите нет на может быть 3 с плюсом то что клаусу мы по высоте догнали значит мы очень удачно где-то что-то сантронули ну вот исторические кадры долина осты мы вдвоем с клаусом сегодня 23 марта так рано я еще конечно в долину осты не летал никогда лучше значит про погода этого года феноменально хорошие видимо из-за того что никто не полеты запрещены поэтому погода хорошая так друзья вечер перестает быть томным клаус решил пойти дойти видимо до моторкорна манглан остался сзади нас вот так что шпарим за учителем он ушел первый я как всегда просохатил ничего сейчас под облаками догоним как удачного друзья попали в поток до продолжаем главу справа ну что ж по планам мотор хорда и это не так плохо главное домой к ужину успеть потом это конечно будет весело не спорю ну что вот теперь друзья самый интересный контент идет огонь потому что как в такую погоду подобраться к моторкорну то я вижу как я я уже всю цепочку вижу здесь сегодня достаточно очевидно все главное что погода сильная эти мы очень с высокой скоростью шли поэтому клаус решился сходить моторкорда не взирая на то что у нас три часа дня ну да три если мы в четыре будем на моторкорде мы вполне вернемся назад те кто спрашивает а зачем летать быстро нужно учиться но затем чтобы он так плотненько долететь и потом иметь возможность не просто на какой-то банальным англанс летать но и на моторкорны какие кадры какие кадры вот друзья высота 3 700 видите насколько в долине оста часто кромка выше предыдущие наборы были 3 600 не выше сейчас уже 3 700 мы медленно и уверенно приближаемся кромки облака еще 100 метров у нас наверно максимум есть возможность добрать и поток закончится он под нами какой-то еще планер несется снизу мы любуйтесь любуйтесь мангланом этот этого стоит клаус пронутится мимо а я представляю закрылок мы синхронно пары разгоняемся до 200 на красота друзья впереди долина остык разматывается путь на моторкорн и так получилось разобрать как он на фоне облаков про пронакивается у нас надо понимать скорость и 200 мы шпарим путь на моторкорн вот вот туда тут вот прям пану как нос нас показывает друзья так вот у моторкорда 50 хорошие облака мы явно до моторкорда быстро доскочим сейчас клаус на фоне облаков рвемся к моторкорну удачно мы идем у нас прям идеально облака все выстроились как раз рядом с облаком пройдет будет очень красивый кадр наверное далековато далековато но наша цель облака прямо по курсу видите вот мы сейчас к ним выйдем идти по этому хребту карабкаться в сторону мотерхорна у нас долина остыму уже перелетели таким образом еще кусочку так остался кружек с левой стороны продолжается вот это вот гряда манглана но ты сейчас чуть влево отвернул эти вот собственно сам манглан и цепочка трогов друзья подлетели к горе маргон тут вы тут у нас было расставание с клаусом и потерялись потом опять нашлись сейчас клаус набирает как раз на горе маргон и показывает нам где поток в этот поток встаем и конечно поток бомба ничего не скажешь но и вид бомба посмотрите гора озеро снег очень красиво все с правой стороны вы можете наблюдать видно аэродрома осты долине полоса просвечивает если бы был вид получше на левую сторону то мы увидели в дымке прячется женевское озеро где-то далеко никаких как вы видите play-plan аку не подавали никаких заявок никаких диспетчеров спрашивают как вы тут летаете да вот так вот из полной тысячи метров спокойно шпарим никого не трогаем я в такие моменты всегда с авиации передаю привет за ее счастливую жизнь всем пилотам в российской федерации и на но мы шпарим 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 впереди облака должны отработать моторкорм чтобы понимали это не вот вот я первый раз когда сюда прилетел думал что у вершинка сейчас показывает но спланера и ниточка на него нет и вот не вот это вот вершинка она вот там вот за облаками скрывается я подумал сначала что вот он похоже на дуплерон так лаус стрельнул вверх и первый раз когда мы приехали у нас были слов приборы не работали они были не настроены на страна швейцария была не открыта в данных и мы не знали где этот мотерхорту и мой ученик взял подключился сотовым телефоном и по автомобильной карте говорит вот туда примерно там столько километров так вы первый раз нашли мотерхорн я туда летал с клаусом один раз и потом принципе дорогу вот уже второй раз летал сам с клаусом я вообще летал бы представьте сюда на безмоторном планере и мне на у меня налет был тогда часов 250 не клаус меня взял я в себе точно не взял такую подпись просто не взял бы потому что мне было бы за себя страшно это сейчас от дома мы не кстати сейчас тоже видите навигации не работает лампочка когда сгорела то есть экран работает но ничего не видно флаг работает и вот сюда это летел на плане рейл с 8 на безмоторном и когда я здесь оказался увидел сколько километров до дома там 200 с фигом если там 40 или 270 я думаю ну все шарик если ты тут накосятишь то тебе просто все кирдык а назад вы еще возвращались через грозы ну конечно тоже фантастический день был как красиво у нас внизу я все время смотрю за клаусом что он делает сбрасывает скорость не сбрасывает сейчас сбрасывает сейчас он не берет несмотря на то что под этим потом есть какой-то поток в принципе можно было пошариться его найти смысла нет впереди облака с очень плотной кромкой ведь они прям такие как они дышат энергией ну и опять же классика склон нужны и облака цепочка под ним по этому склону вот мы сейчас по склону вскарабкаемся туда выше по рельефу конечно сейчас вам долетим до моторкорда уже к бабке не ходи должно это быть но у меня присутствует элемент некие усталости в таком смысле языком молоть устал я забыл воду и из-за того что много разговариваю много воды испаряется с дыханием поэтому и через некоторое время ночь могу начать купить это очень плохо но организм мой такой что в полете принципе не люблю пить воду это абсолютно неправильно и он всем советую пить воду ну вот я и не пью опять же мне за это твердая двойка почему нужно пить воду да потому что потому что красиво по сторонам чем у меня калец так потому что кровь становится более густой меньше и дотекает до мозга организм начинает тупить на кого как влияет я принципе не чувствую тупости но наверное от того что тут просто всегда так что вот у меня такая теория возникла но впереди друзья тут хочешь тупым будешь хоть и тупым бездной энергии тут все даже даже как это ясно даже вижу как говорил нурковский куда лететь это понятно мы летим за плаусом ведь тут еще узнаете какая веселая штука вот эти облака они настолько красиво смотрятся они могут быть настолько же нерабочими вот это часто кстати не часто бывает здесь вот такая ситуация ты летишь думаешь не такие облака тут стоят покинет 10-ти метровые потоки а потом прилетаешь и шиш да такое бывает но вот самое первое облака в системе но точно рабочие там характерно озеро любимой клауса озеро я поближе подлечу посмотри покажу вам и она бесконечно красиво на фотографиях я еще конечно хорошо запомнил по первому полету лишь клаус стал набор закрылок как запел как запил прибору ой как запел смотрите как удачно удачный клауса вписались сразу же его пум на 30 метров надрали это я ставлю себе за этот вход твердую четверку с плюсом исключительной скромности красава и принцесса да еще да мой коллега в задней кабине смеется надо мной но что по-русски он не понимает а вот эти международный язык думаю что да да и чё тут понимать ну видно же сразу кайф педальки подскользнул чуть-чуть ведь ведь еще кукла смотрите первый справь была на нашей стороне а потом у нас как обычно в потоке уделал ну так вот пять метров друзья у нас набор чтобы понимали было пять сейчас поменьше стало вот и клаус окей закрылок я переставил скорость 180 спешим я на фоне гор умудрился потерять силуэт клауса отворачиваю на всякий случай влево скорее все пойдет по наветренной стороне облачков передний так не вижу грешенька то так же так же друзья очень тяжело планер на фоне вот этих черных скал впереди и вот этого огромного количества снега с черточками она совершенно теряется не я не вижу и очень внимательно слежу впереди сейчас чтобы не врезаться учителя понятно что сейчас под этим облаком где-то мы встретимся но другого пути нету ну как то вот мотерфорн у вас друзья пока не видим впереди но не видим все хорошо друзья клауса я нашел мало того мотерфорн вам нашел вон он открылся впереди торчит наш тумблерончик смотрится прекрасно вот это озеро про которое я рассказывал который очень клаус любит она покрыта снегом к сожалению но льдом смысле и она не такое синее как она обычно я таким еще его ни разу не видел давайте еще учителя заснимем на фоне мотерфорда вот он красавчик ну мы продолжаем по этой цепочке склону в движение час нам бы конечно найти хороший поток набрать кромку для того чтобы иметь возможность мотерфорно облететь на что видите он вообще низковато мы три с половиной чтобы облететь нужно хотя бы 3700 иметь но подлететь поближе мы сможем это точно продолжаем движение друзья к мотерфорну вот торчит его голова вот над нами облако на котором мы с клаусом надеемся набрать что-нибудь клаус впереди он делает разворот на фоне мотерфорна будет брать он поток или нет я не знаю по камере он повернул для мотерфорна осталось чуть-чуть но я не уверен что мы его возьмем по той простой причине что эти задачи куда дальше лететь обычно в обычное время здесь кромка сильно выше поэтому да клаус решает прыгнуть к там следующая гора она называется монтероза вот вам еще будет одну красоту мотерфорн вот слева и проблывает может быть клаус планирует набрать поближе к нему подойти по тому ущелью ведь поэтому ближе уже не получается озеро которое обещал показать вот красивое но ведь она под снегом мы перелетать должны хребет и вот сейчас клаус к его прилетает а вот его ученик не достойно а им фиффти метис биллоу донтворе оки и напоми я смело а им полу ю фиффти метис билло окей окей i go to the left так перелетаем налево к клаус хочет вот он справа на сейчас будет фотографировать но вы наблюдаете с левой стороны мотерфорн вот он чтобы можно было сфотографировать клал сюда нас и привел я так понимаю как красиво вот он тублерончик наш сейчас сделаю фоточку на телефон продолжаем съемку сделаю пару фотографий ближе мы к нему конечно подлетать не будем смысла нету эти были облетать кромка все-таки низковата но слетать в это время на мотерфорн я считаю уже весьма достойная очень интересно получилось я планирую сделать просто кружочек чтобы немножечко панорамку вам предмотерфорне запечатлеть не столько высоты ради сколько показать как здесь красиво вот она как выглядит вот по стой стеночки мы впереди летаем мы по вот этой стеночке поднимаемся к мотерфорн максимум потом облетаем мотерфорн и назад сейчас видите это нереально ну реально полетать в этом районе классно снимает во все вот учитель дал команду туда окей окей знать бы где этот север сейчас у нас west а все понял ближе к мотерфорну ты и друзья видите учитель-то сказал что за блоховство такое это мы тут это мы тут типа будем что тут мотерфорн так далеко показывать давайте-то уж поближе халява какая ладно летим на север следующего буду на север вот он мотор партик уже совсем близко собственно дает долететь до его склона не составляет вообще никакого труда мы просто потеряем высоту и перестанем его нормально видеть таком ракурсе наверно лучше всего сейчас смотрится о здесь наверно будет получше ну да но здесь может и собственно на этой высоте уже и облако не работать и потока не будет так как казалось мне тут летаем снимаем для меня с точки зрения фильма это конечно в такой ситуации всегда и высоту то хочется набрать перепутал север с югом и полетел к мотерхорну поближе еще на самом деле тролл уже полетел подальше ничего сейчас мы опять вместе я спокоен ой опять двойка вот как вы потеряли 10 минут вы можете потом подумать как эти 10 минут могут намолкнуться ничего сейчас погода сильно я думаю нарастим но это неизбежная составляющая полета паре чуть отвлекся чуть варежку разину особенно когда снимаешь контент огонь понимаете или контент огонь или летать на одни пятерки вот сейчас я покажу как на стыдно вот так вот облескивает планер клауса сзади остался гостеприимный моторкорд я так понимаю что мы сейчас проскочим авосту или я не знаю севером помчимся и сюда какая-то хорошая погода висит на границе италии и франция и границы это не выиграть граничный катекаль и я думаю что вот это вот это вот очень красиво висит и впереди тоже все так достаточно красиво я так понимаю что пойдем вы высокими горами не пойдем спускаться в долины гренобля и прочее хотя конечно мне там всегда очень нравится посмотрим вот сейчас самое время успокоиться после вот этого инцидента потеряшками спокойненько лететь дальше лучше в будущем лучше в будущем не теряться тут я лучше буду себя виноватым считать всегда на месте ученика говорите то данный инструктор виноват еще футбол но если только это не откровенный маразм не только прав он не мог не сказать но вопрос что вот обрыв коммуникации поэтому важно периодически там если вы не видите видового как слишком долго тупите что-то вам не понятно нужно просто сказать и поклал так где ты как я спросил клаус это как же где лечу на юг а ты где там где-где в тиберде о свечечка руки уже на самом деле с ногами сами делают свое дело и совершенно не думая в управлении реально сейчас вот на этом куске просто отдыхают это перевел организм на полуавтомат глаза скренирует пространство впереди чтобы никого не вырезаться ну естественно клад плаус и смотрю вы еще на всякий случай вдруг все как откуда параплан зачем это на воздух кстати посмотрите полюбуйтесь ну и справа все красиво это гора справа не переживайте это не манглан вот смотрите на одну секунду отвлекся и потерял планер вот как это выглядит разгоняюсь нет не разгоняюсь вишу еще на 100 на 100 вишу ведь на 120 теперь разгоняюсь клаус явно идет на скорости вот под этим чемоданом вперед идем пусть она может не все еще потеряно может мы как раз поближе к манглану пройдем мин манглана и назад основная эта цель у нас была все-таки motorhorn право осталось и красавчик красиво конечно не только очень красиво его друзья просто расслабили на авто удачника идут склончик облизал а ветер с правый борт поэтому ведь я пола хребту иду а клаус идет левее хребта насколько ниже получается сейчас то ли он просто идет на скорости ну ладно хорошо а сейчас подвигаемся в сторону манглана он плавался скорость лишь просто оп проносится скалы под нами главной такой ситуации не влечь не улечься и вы на скалу не сесть попы на скалу не сесть оп лично влево это значит или в поток встает или просто это вряд ли это просто как хорошо два дня назад был прогноз и по прогнозу вообще должны были осадки сегодня быть мощные грозы всякие везде но видите немножечко скорректировался он стало посуше насколько это он очень сильно даже открывается створка как хорошо 4 метра в секунду с левым левой спирали сегодня такое отлично набираем но что друзья какой у нас будет план а я не знаю куча совершенно возможностей и самая простая возможность перепрыгнуть часовоству и по границе италии и франции рвануть домой это будет максимально возможная скорость относительно интересный маршрут выхожу в хвост отлично ну смотрите как сейчас нырять будет красиво и я за ним должен нырять аккуратно потому что чтоб не сбить ладно сейчас мы его обгоним и я с ним да нет нет гоним на фоне солнца он у нас да нет нет гоним на фоне солнца он у нас и а а а а а а а а теперь снимаемся с клаусом фильме на фоне монблана в районе монблана красиво облака но судя по курсу который выбрал клаус мы форсируем авосту вот так вот прямо и дальше будем рвать когти по границе италии с францией очень красиво очень хорошая идея обычно когда я пролетаю авосту я веду или прямую трансляцию или стрим какой-нибудь но сейчас к сожалению слишком плотно у меня нет ученика который может взять управление и порулить я вынужден и снимать на одну камеру так можно просто на две камеры снимать и стрим вести но какой сейчас стрим сейчас интереснее отснять вот эти красивейшие кадры полета и потом уже смонтировать фильм который будет максимально качественный но стримы мы тоже какую-то проведем у нас сейчас уникальный контент полет именно с клаусом а когда-нибудь я сюда слетаю летом и просто потуплю повешу провожу с вами стрим пообщаюсь в прямом эфире но пока видите учитель летит красавчик и за ним марбан перед крылом с правой стороны около него видите группа облаков мы там пролетали время у нас на текущий момент 4 часа обычно 4 часа это время разворота в мантеркорна но надо понимать что погода все-таки весенняя более короткая то есть такие вот экспедиции к мантеркорну офигачим летом в каком-нибудь июне-июле ну и даже в августе даже в сентябре кстати витали ну и сейчас тут рановато ну поэтому на дорогу домой клаус абсолютно мудро закладывает чуть побольше времени мы пересекаем долину Осты и всегда нужно помнить что она летом обычно залита инверсиями всевозможными даже сейчас видно видите такая дымка если очень глубоко провалиться то достаточно сложно оттуда вырваться бывает сложность вообще всегда летом здесь когда внизу вот эти инверсии выкарабкаться вот ты долину пересекаешь если ты низко вот эти склоны низко не работают они работают по самым верхам и ты приходишь и начинаешь по этим склончикам шариться вот в этом море инверсии вот эти вот склоны не являются какими астроваби ты шаришься шаришься пытаешься найти энергию чтоб тебя выкинуло выше выше рельеф опять чтобы опять по высоте идти на хорошей высоте гранд параллиза впереди и перед ним хорошее облако и очень кромка высокая поэтому я думаю сейчас мы возьмем у нас вот с южной экспозиции склон облако я уже говорю к бабке не ходи должен быть поток ну там правда и лэп летит идет по склону всегда здесь надо быть осторожным с этой лэп клаус бросил скорость начинается поток он ждет 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 я закрыл на всякий случай переставил оп сделали свечку пошел разворотик да и мы за ним с этими лэп горах друзья надо быть крайне осторожными потому что штука редкостно гадостная ну отлично начинаем наборчик все то есть вот так вот этот набор он был очевидно что здесь будет и в данном случае вообще ни клаус ни я не переживали что ай 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 там вдруг мы чуть сейчас не возьмем ну посмотрите какой контраст мощнейший вон прогретый склон и ледяной снег он просто вот прям просится здесь быть потоку и дальше путь в принципе прост потому что сейчас я вам покажу на следующее облако на котором мы пойдем вовс центрирует протянул сейчас я тоже чуть протяну ну да поток все 20 метров в секунду всего лишь соединителю можно и получше вот он сейчас очень удачно протянул молодец я тоже сейчас здесь поуже вот по центру кадра у вас сейчас горка к которой мы подлетим и уже от нее будем дальше рвать когти на юг друзья закончили мы набор и смотрите-ка моя мысль что мы пойдем вот туда оказалось неправильный клаус не хочет туда она идет ну с курсом на восток поэтому у нас то на запад идет на запад интересно почему какой у него план ну может быть знаете почему потому что а может он сейчас просто через вот это облако прыгнула потом пойдет я прошел просто левее может быть к нему мы сейчас пойдем я к нему стоим то что так красиво она прям втыкается верхушечку как мне хочется там пошалить но судя по всему у кого планирует вот под облака вот вот эти правильно правильно а потом потом конечно очень красиво смотрится вот вот все там как я говорил это рвануть куда-нибудь в сторону си озеро вот под этими облаками промчаться там до китара линчо долететь но время 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 то есть 4 часа муравейник скроется закрут но у меня вонит меня манит на самом деле вот это вот вся вот линия гран паравизо по-моему называется эта вся штука вообще-то заповедник но я почти уверен что клаус скажет о гигей мы рванем прям по этому заповеднику что-то мне вот подсказывает ну сейчас мы несем все со страшной скоростью не переставленным двоечником волковым закрылком я думаю что не летит принцесса оп оп ну видите все все как я и думал куда он летит куда я и планировал только я бы наверное с криками гигей рванул бы сразу наверное нарвался бы на минуса значительная может быть перевал бы этот прошел бы ниже тянет вот это сразу к облаку клаус по кратчайшему пути пересек кремет вышел на его на ветреную солнечную сторону и сейчас собирает сливки то есть абсолютно верное решение мое возможно было из-за того что я чуть-чуть не подумал ну видите я устал воды пил мало снимаю много слишком много говорю и вот видите закономерный результат туплю достаточно ну вот да представите я бы вот пересекал бы вот здесь где-нибудь этот кремет или вот этот вот перевальчик я просто так много раз делал оно так нервительно волнительно очень красиво для контента но ведь клаус встал в поток и мы встали в поток немножечко избыточная скорость бросил ну неважно зато какой красивый ракурс посмотрите да и опять же ради этого ракурса можно слетать кто будет здесь летать вот эта горка конечно прекрасно вот в кадре в центре генерирует потоки к ней можно прийти вообще это седло очень хорошо работает это место где заправляется энергией как до так и после то есть перед прыжком через заосту в направлении моторфорта здесь крайняя заправка крайняя заправочная станция и по пути домой тоже здесь обычно заправляются ну то есть набирают первый набор делают где мы сделали с каусом потом сюда раз под заправились и вдоль гран-паравизо пошли некрасив чертяка сейчас догоним хочется верить что задняя камера костовая еще снимает такие красоты бы хорошо с костовой поднимать как хорошо тянет как хорошо тянет как хорошо тянет вот он это уже съел он вперед идет на разгон а мы эту вкусняшку вкусняшечную съедаем и разгоняемся чтоб от него не отстать оп закрылок погнали скок да скок прыг да прыг впереди достаточно сложно будет перевалить перевальчики там есть такие хитрые ох будет приключение у нас поэтому клаус во многом вот эту высоту сейчас вот в этой линии набирает по максимуму именно для прохода перевалов впереди видите там везде облачность ниже то есть выше чем мы сейчас а мы сейчас 3600 мы уже не окажемся вот она гранд паравизо сейчас неграмотно надо прыгать иначе у меня сейчас 30 метров below а будет больше это будет потом очень мрачно если в каком-то месте какой-то перевал просто возьму тупо не пройдет да а энергии то больше и не будет так переставлен переставлен ну сейчас я уже волноваться начинаю как же мы куда пойдем любуйтесь друзья гранд паравиза слева национальный парк кстати на Крым укрыт так ветер справа чуть правее облака прийти облакаты эти производят вот долина внизу выплевывает что-то что прогрелось здесь очень красиво можно вдоль этой под гранд паравиза летать когда погода немножко другая она более открыто и снизу все это более меня растает когда прям по деднику вот этого можно видеть кругу показывают оп ну друзья подходим красивому облаку вот оно на его фоне клаус летит сейчас его будем пролетать мина ну мы почти как это ниже облака почти но выше если давануть скорость может было пролететь ниже но мы летим как клаус летит 140 сейчас он как раз на фоне впереди вот этой всей красоты вот у нас тут один несколько днях сплошной поток есть но он правее этого облака так ну что я так понимаю что клаус левее вот этот перевал ну я тоже этот перевал прохожу а дальше дальше будет видно а дальше будет видно потом можно по до вот этой долине следующей вниз спуститься и вот там видите вот облака справа там заправиться мы собственно не пойдем по вот этому седлу перевала вот облака ближайшее вот оно рабочее там стенка южной экспозиции скорее всего это мы выберем но экономичность максимально нужна именно чтобы пройти перевал впереди он проходится я его вижу это но это волнительно вот это вот идет уже в Италию это все идет уже во Францию на это я лечу вперед за паусом друзья успел чудом поменять камеру в батарейке ну смотрите я прохожу перевал и посмотрите как я его прохожу ну так отвратительно его прохожу еще бы на метров пятьдесят ниже было бы это все очень мрачно вот так вот переход проходить перевал не надо ну а что делать такая вот разница высоте клаус по максимуму старался меня подтянуть а сейчас все хорошо но если бы я сейчас не взял то пришлось бы возвращаться там длинный проход длинный вход ну а сейчас видите облака вот это облако рабочее я сейчас у него долечу клаус долетит туда и мы там выберемся уже к облакам и дальше помчимся погрядом и дальше все просто вот этот нюанс сколько перевал три двести метров он был и мы его прошли мы его прошли фух я это сделал даже успел зазнять потому что я успел поменять камеру батарейки ух друзья только что было восстание машины камера перестала работать и так далее и так далее перевал только что мы прошли так страшно при страшно потом после его чуть набрали но клаусу не понравился поток ну и теперь мы летим мы берем вот этих склонов в расчете на то что вот там ну это все стенка она получается юго-восточная экспозиция но все равно хорошая здесь должно быть очень весело сейчас впереди хорошие облака я думаю там клаус знает где набрать да я догадываюсь где но сзади остался поток он был двухметровый в нем нужно было выбраться повыше ну клаус решил что не стоит тратить на это время я учусь тому что иногда набирать не везде стоит я это знаю но вот конкретно в этом месте я совершенно точно остался бы в наборе так чтобы дальше летел лететь выше вот этих всех уже криптов не вдоль нет ну клаус то выше то и летит ну мы не теряем высоту мы ее даже потихонечку набираем знаете как вот щекотит что-то попу немножечко хочется быть повыше смотрите сейчас крест крест вам покажу их ставят участвовал видите это не значит что здесь кто-то того а так просто ну и дальше вот она энергия да как и планировалось с другой стороны пройдя выше вы иногда не берете энергию которая есть на этих склонах и летите медленнее атакуете идите и собираем эту энергию так как я жадный я лечу еще ближе к склону и ничего не ловлю видите а надо за учителем за учителем строго опять я потерял клауса на фоне все какие-то чехарды посмотрел на склоны потерял ну впереди нас идет спарит на все деньги ну здесь зона такой конвергенции здесь может итальянский воздух затягивает здесь часто бывает такая хитрая кромка вот видите в правой ниже кромка а клаус идет под облака прямо по кусту наверное вот там мы дальше будем набирать мы эту гору даже до конца и не используем ну и нормально что 3100 перевал прошли на 3200 как вы помните 3100 то есть у нас совсем небольшой расход по высоте продолжаем движение вдоль этого склона ну в чем была мудрость клауса в том что видите мы здесь идем практически на уровне уже облачки и собираем энергию которая идет от склона а так бы вы шли выше и шли не собирая энергии поэтому те там 150-200 метров которые мы могли набрать медленно они бы были неоправданными с левой стороны сейчас откроется вид на озеро наблюдайте впереди клаус впереди облака сейчас я буду делать дельфинта если меня потянет пока не тянет заранее подбросил скорость но было зря вот сейчас тянет надо было здесь и сбрасывать вот смотрите то что о чем говорилось вот оно пик 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 собираем энергию и мы уже вот она кромка облака больше собирать некуда и вот оно озеро с левой стороны все после этого разгон и дальше за клаусом так ну вот отсюда мы кстати направо уходили вот то что вы видите сейчас как раз это край ледника отсюда повернули и пошли в сторону мандлана даже перед крылом цепочка облаков это как раз цепочка облаков которая нас туда мимо куршевелек мандлан как будто и выдал такую петлю как бы сделали а сейчас мы фактически возвращаемся прямо по курсу горка на которой у нас был набор так что видите куда летим вот сюда вперед так полетик я уже не такой веселый как утром подустал чуть-чуть немножечко устал тюбячить нагрузка и снимать и лететь за лидером скажу и вам большая м м м м м м м